всем привет продолжаем знакомиться с творчеством интересных людей константин михайлович фо фан русский поэт романтик не входишь и явно не в одной из поэтических школ предвосхитил своем творчестве модернизм и символизм я цитирую википедия родился в купеческой семье отец был крестьянином он начал продавать дрова и выбился в купцы кости был одним из десяти детей семьи мальчик начал учиться шести лет первоначальной школе впоследствии посещал другие учебные заведения дешевые пансионы а также городское училище петербурга однако учебу наставил не закончил 4 класса после того как отец его разорился и ушел в мистические переживания в итоге константин не получилось систематического образования недостатки образования отчасти восполнялись постоянным чтением журналов книг порой беспорядочным но разнообразным фофанов пристрастился к поэзии любимую из его авторами более некрасов кольцов пушкин с 80 лет он начал подбирать рифмы а возрасте 13 лет начал писать стихи чему впрочем и находил сочувствия в семье дебютировал в печати в 1881 году своим стихотворением из библейских мотивов публиковал стихи в иллюстрированных еженедельников и в газете суворено новое время отличался высокой плодовитостью первый сборник стихотворения 1887 года был благожелательно встречен критикой и даже выдвигался на соискании пушкинской премии после этого успеху суворин издал второй сборник с таким же названием уже в 1889 году затем вышли книги стихотворение тени и тайны поиск стихах барон класс стихотворение в пяти частях в браке с лидией тупыливой выпускницы смольного института у фофанова родилось 11 детей из которых двое умерли в раннем возрасте десятый ребенок константин стал поэтом и писал под псевдонимом константин олимпу чтобы содержать такую большую семью фофанов не гнушался никакой работы последние 10 лет жизни он провел в нищете и пьяности фофанов страдал алкоголизмом начали 1890-х годов перенес тяжелые психические заболевания предпринимал неоднократные попытки покончить с собой несмотря ни на что продолжал много писать но были изданы лишь сборник иллюзии 1900 году пойма в октавах необыкновенный роман и пойма после голгоф и 1910 восьмидесятые годы 19 века константин михайлович фофанов был одним из популярнейших поэтов умер в 1911 году в возрасте 49 лет от воспаления легких и общей истощенности организма некрология посвященном фофанова николай гумилев писал в эпоху восьмидесятых девяностых годов 19 века он говорил о свете добра весне мая и доставлял себя слушать он был подлинный поэт его похоронили на гладбище новодевичьего монастыря в петербурге надо сказать что фофанов никогда не принадлежал каким-либо литературным школам и течением однако его можно считать наследником и продолжателем романтического направления в русской поэзии лирика богатый выразительными средствами метафорами эпитетами не сильно музыкальное начало он стремился запечатлеть своем творчестве мимолетное неуловимое иллюзорное так что иногда неясность и расплывчатость можно считать намеренным несмотря на близость лирики к чистому искусству ему были не чужды и гражданские темы поэтическое мастерство фофанова ценил горький игорь северянин считал фофанова предтечи своего его футуризма поэзии считая себя учеником константина михайловича и называл его мой король о творчестве фофанова одобрительно отзывались художник репер автор портретов фофанова крестный отец сына поэты полонский майков писатель толстой лесков валерий брюсов написал о нем некрология что это был настоящий рожденный поэт божьей милостью а теперь я хотел бы немного почитать его творение буквально первое такое стихотворение написано в 1900 году прошла любовь прошла гроза прошла любовь прошла гроза но грусть живи меня тревожит еще слеза одна слеза еще последний быть может а там покончен жизнью счет забуду все чем был когда-то и я направлю свой полет туда откуда нет возврата я умру лишенных сил не все кончину уничтожит узнать что я тебе любил как полюбить никто не может спасли дни песни любви я очень грустно и смежаю и ты мой сон благослови как и тебя благословляю следующее творение называется сумерки бледные сумерки мутные сумерки бледные сумерки мутные снег озарил в перелетных мерцанием падают листья снежинки снежинки минутные крови все белым как пух одеянием снежно-бело но проходит мгновение снова не видно ковра белоснежного грезы так падают грезы сомнения сумерки бледные сердца метьерного а вот еще будем кажется друг друга называется мы любим кажется друг друга но отчего же иногда от нежных слов как от недуга бежим исполнены стыда зачем привыкшие к злословию друг друга любим мы терзать уже кипя одной любовью должны два сердца раздавать следующее лунная тихая ночь лунная тихая ночь воздух исполнен явлений на серебристом снегу темные резкие тени сердце бы грезит не прочь только печально душа только мечтать не могу холоду холод дыша сердце весна цвела там как в пустыне безгласно прошлое счастье луной смотрят мертво и неясно в блесках морозная мгла звезда холодная ввысь что что любовь не со мной где же ты весна отзовись красивое стихотворение написано в 1890 году ну и вот заключение такое стихотворение написано в 1865 году ты хочешь знать когда и как я повстречался с ней тогда был душен синий мрак и звонок соловей томилась ночь тоской любви цветы дыханием жгли был свет в душе огонь в крови мечты мои росли но кто была она весна или молодость моя в ее речах жила печаль и нового бытия она склонилась ко мне тоскливо на плечо и в ароматной тишине дышала горячо всю ночь воздушная она и плача и станя бледна как майская луна ждала сияние дня и улетала с ясным днем как легкий пар долин и я томясь о неземном рассвет был один ну вот так коротко о константине михайловичи фофанове русском романтики не входившим явно ни в одну из поэтических школ который предусветил своим творчеством модернизм и символизм все пока пока до свидания я пользовался википедией и данными из интернета пока пока до свидания а